Замур рыбы произошел из-за недостатка кислорода. Это подтвердили многочисленные исследования проб воды. Причина, по словам министра, фатальное совпадение двух обстоятельств. Резкое понижение уровня воды из-за сброса на Куйбышевском водохранилище и продолжительные морозы, которые привели к нарастанию толщины льда. Дмитрий Федоров говорит, чтобы предотвратить активное хищение рыбы, работала областная рыбинспекция. Составлено 50 административных протоколов. Изъято почти 100 незаконных орудий лова, в том числе сетей. Кислородное голодание особенно негативно сказалось на таких породах рыб, как судак, окуни и ерши. Но ситуация не критическая. На сегодняшний момент уловы внизу их Черемшана и наоборот в Верхове их показывают о том, что есть живая молоть данных видов рыб. И поэтому с учетом наличия их теологического заказника и в целом вот этого большого нагульного участка на Черемшане, я думаю, вся эта популяция должна достаточно быстро восстановиться. На одном из проблемных участков падения речки Меликевский в Черемшан ситуация уже нормализировалась. Замурных явлений рыбы уже нет. На втором, в районе Мастагау, сейчас установили компрессор. Качает воздух, чтобы было побольше кислорода в воде. Там такой напор воздуха мы подаем, что большой напор воздуха. По крайней мере, в этом районе тут кислородом насытится. Плюс ожидается потепление до нуля градусов. Так что к выходным и здесь рыба задышит, как говорится, всеми жабрами. Арина Макарова, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.